Гороскоп на сентябрь записан 30 июля. Учтите, пожалуйста, общую мировую ситуацию, которая будет складываться уже в сентябре. Точность прогноза до 80%, если Дева – ваш знак из Годиака, до 100%, если в этом знак из Годиака – асцендент. Поздравляю вас с днями рождения, прекрасные сентябрьские Девы. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и процветания. Желаю вам любви и гармоничных отношений в паре. 2 сентября полнолуние именно эти темы подчеркнет. Кульминация тем, связанных с любовью ко 2 сентября. Внимание, еще с 19 августа у вас какие-то темы, связанные с партнерством. Август, конец августа и самое-самое начало сентября – это про партнеров, про партнерские союзы. Возможно, в районе 2 сентября у вас высветится, обозначится ярко какое-то партнерство, а возможно, пройдет кульминация. У кого-то самое яркое, что может случиться – свадьба, либо развод, либо прием на работу, либо увольнение. То есть это какое-то партнерское взаимоотношение, либо соединение, либо разъединение. Итак, самое начало сентября, буквально только первые 2 дня сентября, собственно, это еще про конец августа, это про партнерские союзы и про пары, про дружеские деловые соглашения, про трудовые договора и контракты, про первый официальный брак, про первую роспись в ЗАГСе, про официальное супружество, в целом про дела, связанные с супругом, либо с супругой, любые дела. Может быть, вы просто захотите серьезно поговорить с мужем или женой в районе 1-2 сентября. Возможно, у вас появится группа клиентская, референтная группа, клиентская база может увеличиться от 5 до 7 человек. Может быть, у вас появится учебный коллектив, может быть, вы пойдете учиться куда-то в начале сентября в небольшую группу, в небольшой класс. Если вы консультируете, могут появиться люди, которые захотят срочно пустить какую-то важную информацию. Если у вас вопросы связаны с судами, может быть, тут вас пригласят на какое-то судебное заседание, либо в качестве ответчика, либо в качестве какого-то третейского судьи. Может быть, вам нужно будет выступить в каком-то коллективе с речью, чтобы заявить о каких-то правах, либо подчеркнуть чьи-то права, либо защитить чьи-то права. Если вы адвокат, для вас замечательное будет начало сентября. Даже если вы не работаете адвокатом, но если вам, в принципе, свойственно вот такое миролюбие, желание уравновесить какие-то отношения, вы можете взаимодействовать так с людьми, как посредник. Можете договариваться и о своих делах, и о чужих делах, и помогать людям находить общий язык и находить контакт. С 5 сентября по 27 сентября наступает время для ваших личных заработков и средств. В принципе, это снова-таки продолжение еще августа, то есть 3 декабря до августа, когда солнце перешло в ваш знак зодиака. 22 августа и до 22 сентября еще тема денег у вас очень актуальна, очень подчеркнута, я бы даже сказала, красной линией идет. Скорее всего, вы будете больше зарабатывать, либо, по крайней мере, предпринимать максимум усилий для больших заработков. Итак, для заработков в хороший период с 5 сентября по 27-е ваши личные средства, ваши личные деньги, заработки, заработная плата будет поступать и увеличиваться. Вместе с этим будет увеличиваться ваша самостоятельность, самодостаточность, материальное благосостояние и благополучие всей вашей семьи может улучшиться, в связи с тем, что у вас повышаются доходы, сбережения, накопления будут возрастать, умение зарабатывать будет увеличиваться, вы будете все больше и больше видеть новых источников дохода, вместе с тем у вас будет увеличиваться самооценка и любовь к себе. С 6 сентября и до конца месяца у вас появляются прекрасные возможности зарабатывать не только реальные, видимые, ощутимые деньги, не только те деньги, которые облагаются налогами и о которых знает государство, но с 6 сентября у вас появляется возможность зарабатывать эти деньги, которые называются скрытыми доходами, налогонеоблагаемая прибыль, деньги от работы со строгой секретной информацией, конфиденциальной информацией, поступление средств из-за рубежа, возможно, с 6 числа и далее весь месяц, денежные переводы, переводы в иностранные валюты, обмен валюты, благотворительная какая-то помощь может быть оказана как вам, так и вами, также поддержка из-за каких-то ваших духовных исканий, донаты, материальная помощь, благотворительная помощь, также помощь от вашей тайной деятельности, от работы секретной информации, удаленной работы, от работы, похожей на шпионскую деятельность, непубличной работы за кулисами, там, где вы себя не демонстрируете, возможно, вы работаете с иностранцами на иностранное государство, либо вы работаете в интернете, вы работаете на весь мир, но при этом тайна, да, скорее всего, об этом даже не очень можно говорить, в общем, если вы работаете с какими-то тайнами, то конфиденциальные отношения будут приносить вам деньги. Домашняя жизнь, уединение, для этого всего подходит период сентября, также период сентября подходит для того, чтобы вы занимались своим здоровьем, но исключительно для оперативного обещательства в тело дни 1, 2, 3, также 9, 10, 11, и вот здесь мы переходим ко второй декаде месяца. 9, 10, 11 не подходит для оперативного вмешательства в тело, однако дальше, в целом сентябрь, в принципе, подходит для оздоровления, но именно для операций подходит дальше, с 13 по 17, вот, пожалуй, самый лучший период для того, чтобы что-то делать такое более кардинальное, более серьезное, я вам рекомендую все-таки заниматься своим здоровьем через очищение своего тела самостоятельное, то есть детоксикация, либо обращение к нетрадиционной медицине. Возможно, вы будете очень много взаимодействовать с медицинскими работниками и сами будете становиться целителем, исцелять других людей. Также, возможно, вы будете заниматься какой-то магией, снова-таки боюсь, что что-то говорить, потому что опять какие-то тайны, возможно, не только тайны, связанные с деньгами, но и тайны, связанные с тем, что вы что-то, вот, грубо скажу, шаманите. С 10 сентября и до конца месяца очень период для шаманизма, для чего-то оккультного, тайного, скрытого, для гаданий, для предсказаний, для таро, для работы с подсознанием, для гипноза, для регресса, для всего архаичного, тайного, для скрытого, для призначного, для сумрачного, для фантастического, для архаического, для какого-то просто вот иррационального и нереального. Если вы работаете в этом, замечательный будет период. Если вы в этом не работаете, но вам требуется обратиться к психологу, к астрологу, к психотерапевту, к регрессологу, к гипнологу, к торологу, к другому человеку, который работает с бессознательным, то да, обращайтесь, очень хороший будет период. Если вы хотите обратиться ко мне как астропсихологу, все мои контактные данные для деловой переписки сейчас на вашем экране отображены вместе с ходом работы. Благодарю вас за обращение, я работаю с душой. Работа всегда получается уникальной, индивидуальной, поэтому не бойтесь, не беспокойтесь, обращайтесь, рада помогать. Благодарю вас за лайки, за подписку на мой канал, за то, что делитесь этим видео в своих социальных сетях, за то, что смотрите рекламу на моем канале без пропуска, особая благодарность. Вторая декада месяца также знаменует собой вопросы достаточно кризисные, те, которые связаны с вашими любовными делами. Если вы одиноки, вы можете встретить любовь на выходных, 5-6, и возможно очень быстро у вас разгорится сексуальное притяжение, страсть. Вторая декада сентября очень фертильная, подходит для зачатия для тех, кто заинтересован в этом. Секс-зачатие, в том числе неприродным способом. Также вторая декада сентября может проиграться для вас, как, повторюсь, магия, мистика, гипноз, сугестивная психология, шаманизм. И вы будете чувствовать, что какая-то сила внутренняя у вас возрождается. Это сила природная, это сила эротическая, и в то же время дикая, дикость и страсть, и первобытность, если можно так сказать. В целом вы будете разрешать свои вопросы, связанные с любовью, кризисные. Также вы будете разрешать все вопросы, связанные со страстями, с кризисами, с трансформациями, в том числе и финансовыми. Сильные глубинные переживания, вызванные болью физической или терзаниями душевными. Серьезные трудности со здоровьем, требующие глубинного исцеления путем обращения одновременно и к психологу, и к медику. Операции на теле и на душе. Операции финансовые, крупные суммы денег могут вами обращаться. Вы можете и давать их, и получать. Скорее всего, вы будете вкладывать в детей, либо в их рождение, либо вы узнаете, что будет ребенок, либо вы узнаете, что ребенок идет учиться, и нужно очень много денег, либо вы будете откладывать ребенку на вуз, либо вы поможете своему взрослому ребенку деньгами, либо вы всю свою пенсию отдадите внукам. Вот такие крупные. В целом, это вопрос снятия бремени, либо какие-то обременительные вопросы, когда вам нужно, когда вы понимаете, что вот уже ваш кошелек беременный, и вам придется отдать деньги кому-то. Либо вы понимаете, что ваша голова беременна какой-то мыслью, и вы словно бы Зевс, который мучается головной болью, не знаешь, там Афина. Вот, как вы помните по легенде, Зевсу помог Марс родить Афину из своей головы. Вот так кто-то вам может помочь в районе 10 числа родить что-то, какую-то мысль. То есть, если в вашей голове зреет какой-то плод, то, скорее всего, разродится к 10 сентября. Если в вашем кошельке зреет какая-то сумма денег, то разродится к 10 сентября, выйдет наружу из кошелька эта сумма. Это может быть и в прямом смысле. Вы можете узнать, что вы беременны. Мужчины, вы можете узнать, что ваша девушка беременна. Возможно, станет заметна беременность ваша либо вашей девушки. Будет видно уже к 10 сентября. То есть, может быть, у кого-то здесь уже третий триместр, четвертый триместр беременности. И это все финансы. Вы будете вкладываться в детей, в будущих, в настоящих детей, либо в будущее детей, либо в будущее внуков. Не рождение у вас, но и вижу, что подарки дарите вы, не только вам. Третья декада сентября, 17 сентября, новолуние в вашем первом доме, поэтому оздоровление. Вы станете краше, вы станете моложе, вы станете пробивным более. Уже 17 сентября. Здесь также все вопросы, связанные с вашим здоровьем, продолжаются. Вам весь месяц нужно заниматься здоровьем. Вас просто требует ваша природа. Оздоровление как внутреннего, через спорт, через правильное питание, через детоксикацию. Поэтому очищайте себя. Побольше пейте мочегонных, побольше пейте детоксикации, различные всевозможные соки. Также побольше занимайтесь спортом, побольше потейте, побольше взаимодействуйте с природными, стихийными явлениями, которые заставляют вас что-то вывести из своего организма. Плакать тоже хорошо. В целом вы можете переходить на более правильный, более здоровый образ жизни, и через то, что взаимодействуете с нетрадиционной, либо традиционной медициной, нетрадиционное лечение, такое, как суджок терапия, например, может быть, вами воспринято, может быть, банками будете лечиться. Здесь можно придумывать все, что угодно. В любом случае, ваше тело, физическое тело будет на высоте, будете улучшать здоровье, здоровье физическое именно. Но также может быть внешний образ, внешний вид поправите, внешний облик поменяете, макияж, прическу, будете становиться более ярким, более молодым, более привлекательным, более спортивным, более сексуальным, инициативным вместе с тем же. Будете желать быть первым, захотите появиться как какой-то светило, гуру, какая-то звезда. Возможно, захотите выступить даже на сцене со своим творчеством. Если у вас есть свое творчество, пишите музыку, пишите стихи, пишите картины, обязательно выступайте на публике. Я вам этого желаю. Вы скромные девы, но именно это время 17 сентября не подходит для скромности, подходит для яркости и для активности. Если вы споете, станцуете, выступите, проявитесь как творец, вы заработаете денег. 22 сентября. Равноденствие, начало природной осени в вашем втором денежном доме. Поэтому, если вы 18 сентября заработаете, выступите, со своим хобби именно выступите, то заработки будут продвигаться дальше. То есть, это будут не разовые заработки, вы сможете на этом и дальше зарабатывать. Чтобы в сентябре быть успешным, вам нужно быть общительным, подвижным, юным, легким, жизнерадостным и в некоторой степени даже поверхностным. Вы должны чувствовать простоту, легкость, радость жизни. Также в сентябре вам обязательно нужно проявить себя как творец. Создательное творчество должно быть вами проявлено по всем направлениям, которые только у вас есть возможность реализовать. Полноценная реализация себя как творца и создателя это то, чего я вам желаю. Вы выступите обязательно на открытой сцене. Театральность, демонстративность, яркость, это то, что в принципе не свойственно вам, но попробуйте, у вас получится, вам понравится. Я желаю вам, чтобы вы реализовали свои все дела и малые, и большие и были счастливы в этом месяце. Желаю вам успехов в этом прекрасном месяце сентября. Еще раз поздравляю вас с днями рождения и рекомендую вам обратиться ко мне для заказа своего личного гороскопа на год. Соляр, гороскоп от дня рождения до дня рождения. Обращайтесь, рада помогать.